Вермундский треугольник В Киеве нас ожидает доктор-психотерапевт Анатолий Михайлович Кошпировский Глаза мне смотреть Назад Поверили немножечко? Да, я пожалуй сяду, чтобы посмотреть на это Сейчас второй будет тоже самое, глаза мне смотреть Назад Назад Сразу приготовьтесь двоих ловить Назад Вот видите как падают Два, три, встали Я прошу приготовить иглы Протрите руку Руку выпрямить, пальчики ровно Поставьте иглу, я не вижу иглы Так Все, поехали Проходил на подагиды взгляда Дима Белозеров Которого вы сейчас увидите в передаче Вадим Олегович Белозеров Редактор этой передачи Вадим Олегович, присесть Левой рукой берете за кресло Вот он, Вадим Протрите ему руку Вадим Олегович, смотрите на меня Только на меня смотрите Особенность Дима Белозерова была в том, что он панически боялся боли Если при нем поднести вот так вот к телу иголку, он мог потерять сознание И вдруг я Знающий его Столько лет Вижу в кадре Как бедному Диме Который, обратите внимание, не открывает рот Что у него было в то время два зуба Настолько он боялся боли Он отказывался идти к зубному врачу И вдруг Диме От страха он, конечно, есть немножко Вот видно, что замер Ему протыкают Руку иголкой Ну Ну вот Ну это настолько невероятно Я Шубович после этого взял микрофон и стал разговаривать Болезненных ощущений совершенно никаких Действительно очень похоже, как говорил один из присутствующих Что входит в какую-то, так сказать, резиновую грушу И самое главное, я не чувствую никакого воздействия со стороны Анатолия Михайловича То есть абсолютно Анатолий Михайлович, если бы мы несколько изменили схему Сегодняшнего эксперимента И скажем, она была бы таковой Москва, Канберра, Австралия Или Москва, космос, борт космического корабля Результат был бы таким же? Конечно По-моему, даже и туманность Андромеды И я бы, наверное, там где-то уже умер бы 20 раз подряд А мой сигнал пришел бы сюда И помог бы человеку Ну, собственно, не мой, как моей личности А вообще человека на моем месте Который занимается внушением на расстояние через телевидение Этот сигнал, может быть, пришел бы с опозданием на тысячу лет Но он подействовал бы на человека Так сказать, намечалось вскипятить стакан воды в руке В одного из, так сказать, присутствующих Ну, пожалуйста, давайте Сколько? Обхватите стакан рукой Обхватите Нет-нет, не на ладони Рукой обхватите Правой рукой обхватите Все Покажите мне его лицо немножко Лицо покажите Он на меня смотрит Видите, вот сейчас я его концентрирую Концентрирую к тому, чтобы он не чувствовал боль Если на то пошло, то можно сделать так, что Он вообще свои руки чувствовать не будет Она будет просто пассивно сжимать стакан и все Ему безразлично Сколько там держать Полчаса, час держать И даже такой вариант, если даже рука сгорела Он будет держать руку При этом боли чувствовать не будет, абсолютно Вы можете заметить выражение его лица отрешенность То есть, сейчас все посторонние раздражители ушли в сторону И он концентрируется только на этом Вот, закипает уже Вот, снова дайте мне его лицо Ну, это что, это каждый человек может так? Просто каждый? Ну, трудно сказать В этом, наверное, будут более талантливые или менее Талантливые Или, можно сказать, если психотерапевт найдет более удачные или неудачные возможности Воздействовать на саморегуляцию человека Потому что есть много каналов воздействия на саморегуляцию Через слух, при помощи зрения, при помощи воздействия на кожу Вот, например, я сейчас могу только воздействовать на слух и на зрение Но я не могу действовать на кожу Но зато я сейчас внимание его акцентуирую на том, что он абсолютно ничего не чувствует Может быть, хватит, а? Ну, это дело ваше Видите, вода кипит У него останется на руке ожог потом? Да, останется немножечко Достаточно тогда Начали Стоп Наверное, достаточно Продолжение следует...